Вот так, крупица за крупицей, археологи в Денисовой пещере собирают то, что здесь копилось сотни тысяч лет. Три хрупкие девушки в непростых условиях вот уже третий месяц буквально воссоздают историю. Правда, самую тяжелую работу помогают выполнять мужчины. Здесь плюс семь вот сейчас, на нашем уровне. Трудности связаны, наверное, с тем, что три месяца в замкнутом пространстве, в маленьком коллективе, далеко от семьи, конечно, скучаем по дому, но любимая работа позволяет справляться с такими трудностями. Что для обывателя просто песок, то археологу целый клад для изучения. Сначала его нужно доставить к реке и промыть, затем тщательно очистить, а уже после материал попадет в руки палеонтологов. И здесь начинается самое интересное. Мельчайшие частицы нередко оказываются сенсационными находками. Возраст данных находок определяется примерно 40-45-35 тысяч лет в таком диапазоне. Допустим, вот интересный предмет, можно сказать, что это очень резкая находка этого сезона, этого года. Это крупный фрагмент кольца из мрамора, который был изготовлен, целиком выточен из-за небольшой мраморной гальки, из берегов реки Аной ближайшей. Его сверлили, растачивали, шлифовали. Это кольцо, по мнению ученых, принадлежит самому Денисовцу. Отсюда следует, что уже 40 тысяч лет назад первобытный человек думал не только про питание, но и о красоте. Умея обращаться с камнем, создавал украшения. Сейчас мы твердо знаем, что денисовцы обитали в пещере с самого начала функционирования этой пещеры как археологического объекта. И на протяжении как минимум 250 тысяч лет они обитали здесь в пещере. Это была не привнесенная культура, а культура, которая сформировалась на местной основе. Это очень важно. То есть у нас это была не периферия древнего первобытного мира, Сибирь и Алтай, а это был один из центров. Среди найденных вещей не только украшения, но и орудия труда, причем как денисовца, так и неандертальца, который долгое время жил с ним в одной пещере. Археологи нашли даже фрагменты тела их совместного ребенка. Эти и другие находки позволяют создать здесь не только музей, но и целый палеопарк. Для этого был создан общественный фонд «Денисова пещера». Его попечителями стали алтайские чиновники, бизнесмены и ученые. На прилегающей территории к Денисовой пещере предполагается обустройство. Оно планируется в связи с тем, что здесь необходимо создать удобные, комфортабельные места для парковки автомобилей, экотропу, малые формы архитектуры, которые будут характеризовать артефакты, найденные в Денисовой пещере. А чтобы облегчить долгую дорогу туристам до Денисовой пещеры, фонд задумался о строительстве новой трассы, которая свяжет несколько туристических центров. Биск, Белокуриху, Солонешное, Денисову пещеру, Устькан, Коксу и Белуху. Можно также выйти на Кошагач, на Чиндек. И, конечно, Белуха здесь будет привлечением самого большого потока. Он есть. Здесь поток, дорога на Белуху здесь несколько короче. Она требует, конечно, ремонта. Поэтому, привлекая сюда туристов, создавая здесь фонд, газету и вкладывая определенные денежные средства, мы рассчитываем на то, что здесь будет, как мы говорим, Чуйский тракт-2. Проект благоустройства фонд намерен подготовить к концу этого года. А вот на само строительство палеопарка, по прогнозам, уйдет около пяти лет. Анна Рашигирова, Александр Лизратов. День с толком.